Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Кукин Бранч и я его ведущая Ирина. Спасибо, что нашли время и заглянули на мой кулинарный канал. И сегодня мы приготовим, ну, очень простой рецепт. Вот что говорится, и мяса не надо. В жару самое оно. Здесь не нужны ни сливки, ни яйца, ни еще какие-то там заморские продукты. Нам понадобится всего два баклажана и немного картошки. И готовить все будем одновременно и быстро. Для начала нарежу картошку. Картошки у меня здесь около килограмма. Можно нарезать кубиком, а можно на четвертинки и на вот такие вот кусочки. У меня кусочки получаются примерно по сантиметру толщиной. В форму для запекания наливаю немного растительного масла. У меня подсолнечное. Миллилитров 30 будет достаточно. Распределяем. И выкладываем нарезанную картошку. Картошку можно нарезать и чуть крупнее. Но я люблю, чтобы готовилось все быстро. Поэтому нарезаю некрупно. И форму беру побольше, чтобы равномерно одним слоем выложить. Чтобы она у меня равномерно прожаривалась, пропекалась, проготавливалась. Вот сейчас посолим. Соли возьмем неполную чайную ложку. Смесь перцев я буду добавлять. Примерно треть чайной ложки. И еще я очень люблю травы Италии в этом рецепте. Примерно чайную ложку добавлю. Они придадут вкуса и аромата нашему блюду. И еще я хочу добавить сушеный чеснок. Половину чайной ложки. Я буду в этом рецепте использовать и свежий, и сухой чеснок. Они дают совершенно разные вкусы. И мне нравится в этом блюде именно в двух вариантах. И свежий, и сухой. Вот так вот все перемешали. И сверху я еще сбрызну небольшим количеством растительного масла. Вот так вот совсем-совсем чуть-чуть. Миллилитров 10 будет достаточно. Духовка у меня уже разогрета. Температура 200 градусов. А запекать будем 30-40 минут. Все зависит от сорта картошки и от размера, которым вы нарезали ее. Теперь баклажаны. Отрезаем у них все ненужное. И будем нарезать чуть крупнее, чем картошку. Я тоже разрежу на четвертинки вдоль. И кусочки примерно полтора сантиметра толщиной буду нарезать. На разогретую сковородку наливаем 50 миллилитров растительного масла. Опять же я буду использовать подсолнечное. Но можно также и оливковое. Тоже будет хорошо. Ждем, пока масло немножечко прогреется. И будем обжаривать баклажаны. Сначала я их не солю, чтобы они не выделяли жидкость. И не замачиваю в соленой воде. Не вымачиваю горечь. Я люблю, когда горечь немножечко в баклажанах присутствует. Баклажаны обжариваем сначала на сильном нагреве. Потом нагрев делаем средний. И продолжаем обжаривать, периодически помешивая. На это у меня обычно уходит минут 8-10. Три зубочка чеснока нужно измельчить. Вот так вот быстренько нарезать. Либо через чесночный пресс. Баклажаны за 8 минут у меня уже обжарились, подрумянились. Посмотрите, какие красавчики. И стали мягкими. Я немножко подвела еще сюда растительного масла. Миллилитров 20 в процессе жарки. Сейчас я могу их посолить. Половина чайной ложки будет достаточно. Вы солите по своему вкусу. Я не люблю слишком соленое, пересоленное. Сюда же добавлю травы Италии. Примерно половина чайной ложки. И нарезанный чеснок. Добавили чеснок и сразу нагрев выключаем. Все хорошенечко перемешиваем. И пока баклажаны горячие, они хорошо будут впитывать вкус чеснока. Вкус и аромат чеснока. Вот так вот перемешаем. И пока оставляем. Еще я очень люблю кинзу. А в сочетании с баклажанами это просто божественно. Сейчас я ее мелко нарежу, чтобы посыпать готовое блюдо. Не любите кинзу? Возьмите петрушку или укроп. На моей кухне сейчас просто нереально вкусные ароматы. Баклажаны с чесночком, плюс еще картошка в духовочке с итальянскими травами. Как же это все вкусно пахнет. А когда добавлю кинзу, неимоверно вкусно будет. Картошка у меня запекалась 30 минут. И она должна быть уже мягкая. Сейчас я это проверю зубочисткой. Да, картошечка мягкая. Сейчас я ее перемешаю разок. Ароматно как пахнет. Как же она ароматно пахнет итальянскими травками. Так, замечательно. И сюда же добавляем баклажаны. Баклажаны с чесночком, да с картошечкой. Кстати, духовку я не выключала. Она нам сейчас еще нужна будет минуток 5. Сейчас все перемешаем. И поставим, чтобы баклажаны с картошкой еще обменялись своими вкусами, ароматами. Подружились, так сказать. Если кто-то любит, можете посыпать сыром. Я сыром посыпать не хочу. Мне и так очень нравится это блюдо. Вот чем проще, тем оно и вкуснее. Мне так кажется лично. Температура духовки также 200 градусов. И еще минут 5 наслаждаемся ароматами из духовки. Достаточно наслаждаться ароматами из духовки. Посмотрите, какая красота получилась. Сейчас посыпем нарезанной кинзой. И можно подавать к столу. И желать всем приятного аппетита. Вот так вот немножечко еще перемешаю. И насыплю себе. Хочу поскорее попробовать. Кстати, блюдо это еще и вегетарианское. Я хочу сразу и баклажанчик, и картошечку. Друзья, ну это прям очень вкусно. Баклажаны и картошечка мягкие, но хорошо держат форму. Пропитались чесночком, пряными травами. Это просто божественно. Такое незатейливое, простое блюдо на каждый день. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Делитесь этим рецептом с друзьями. Ставьте лайки, свои фотоотзывы. Как всегда, можете прислать мой инстаграм. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Я желаю всем мира и добра. Всех люблю, целую и прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok